Ведет. Четкий РПГ в ноги. Не дает Дарк взять Гаус Слиму. Самое основное оружие на этой карте. Очень интересно, чем же это все закончится. Хорошее попадение. Еще один прострел. У Слима явно вармор. Вот размен. И по нулям. Мушки против автомата. Автомат победил. Ну, подстволка победила автомат. Арбалет победил автомат. Подстволку, вернее. 6-4, Дарк ведет. 7-4. Не дает Слим расслабиться. Ему, конечно, все время оставляет с красными ХП. Отличный был скоростной выстрел с РПГ. Это ему с легкостью позволило только что оставшееся ХП добить с автомата. Очень напряженная игра. Никто не может захватить положение. Посмотрим, что делает Слим. Практически сравнял за счет. Сейчас явно преимущество у Слима, потому что у него LG Гаус. У Дарка ничего. И четкий РПГ не оставил Слиму шансов. 4 выстрела с арбалета подряд. Все мимо. И с пистолета все-таки добивает. Дарка 10-10. Счет равный. И РПГ в ноги. Повторный РПГ, который ничего не оставляет Слиму. Респ-респ. Еще один Респ. Как я и говорил, очень опасно. Дарк тоже хорошо знает эту цепочку. Как вы видите, он просто не щадит его ни с полечки. Стреляет даже наперед. Но прострел. Прострел сверху. Так, его Слим догоняет по чуть-чуть. Отличный Кроссбул. Дарк перехватывает положение снова. И явно где-то раздобыл Гаус. Потому что только что прострелил Слима. Подловил Слим Дарка. Явно оставил ему не очень много ХП. Предвидел, куда он полетит. И вот выстрел в стену. Вот себя и покоцал. Но фраг заработал. А главное, успел еще истощить Гаус. Ну, как я и говорил, везет сегодня Слиму с Респами. Но не везет ему с фрагами. Прострел по лампочке его хорошенько подкинул. И минус фраг. Второй. Третий. Четвертый. Да, очень похоже. Конечно, сейчас рано говорить. Всего лишь 5 минут прошло игры. Но 24-17. Дарк очень медленно. Но начинает продвигаться вперед. Непредвиденный Респ. Слима. И Гаусс рука. Ну, поможет ли? Добивает Дарка. Но тот, несмотря на то, что знал, что оставалось совсем мало ХП, все-таки решил воспользоваться Альбальтом. И успешно. И успешно. Засыпал. Засыпал. Какой позор, Дарк Демон. Тебя засыпали. Ты должен отомстить. Не было потончиков. Не было потончиков в педе. Съел он мушками Дарка. Три стрелы подряд. Три стрелы подряд. Все мимо. Отличный РПГ. Дал по ногам Дарку. Утого явно тоже мало ХП. И таки застрелял его. Хотел прострелить, но промахнулся. В общем-то и справился потом с Гауссом. Опасные мушки. Выкидывается во весь арсенал Дарк. Не дает он просто ничего с ним. Вы видели отличный шейфраг. Под стволка плюс арбалет. Дарк явно разозлился после ставка. И решил ему отомстить по полной программе. Еще раз застрелял. Слышал. Ага, вот. Хотел подводить с Арбальтана. Нет. Дроба оказалась мощнее нынче. Отличная. Правда. Под стволочкой. В принципе, на кроссе есть еще такая тактика, которую очень мало кто использует. Если ты следишь за респами, то ты в принципе можешь предугадать, где появится соперник. И если респ очень выгодный, то иногда даже имеет смысл умереть специально. Дабы оказаться именно там, где ты хочешь. Только что была ситуация, когда Дарк мог в принципе погибнуть и оказаться в более выгодном положении. Потому что у Слима оставались красные ХП. А он бы оказался на Арбальте с неподалеку от Гаусса. Тем не менее, он справляется и так. Счет достаточно большой разрыв, как для кросса. 15 фрагов. Конечно, их можно набрать вообще за 10 секунд. Ну, образно. Но игра очень напряженная. Близко никто не может захватить конкретно положение. Война автоматов, который Дарк проигрывает. Отличнейший хэдшот. Не дал он Гаусс Слиму. А Слим не дал Гаусс Дарку. Улетел Слим, забрал второй Гаусс. Не оставляет шансов Дарку улететь куда-то. Но подловил он его. И при этом решил подловить и себя. Прошло ровно половина игры. Счет 51-37. Дарк Демон ведет. Это полуфинал генерал. И интересно же, какая будет третья карта. В том случае, если Дарк все-таки удержит позицию на этой карте. Хороший РПГ. Явно Слим мало ХП. Но. Но нет. Закидал Слим Дарка. Не дает ему вылезти и доджи. Тем не менее, Дарк все-таки тут выброс и при этом даже успел его застрелить развальчик. Не теряется Слим. Очень хорошо управляет РПГ. Вы видели только, что один оставил 22 ХП. Второй РПГ добил. Затаился Слим. Дарк не понимает, где он. Ага, вот это Слим. Вышел из ниоткуда. Стандартная ситуация, когда кто-то перепрыгивает на мостик Гауссу. И нестандартная ситуация, когда кто-то убивает себя с Гауссом. Отличная подстволка в ноги. Слим разбивается в землю. Очень смешная ситуация. Очень странно, как я вам вижу после той подстволки в ноги. Такое бывает крайне редко. Два подряд полька. И одна подстволка в жбан. 8 минут. Разрыв 20 фрагов. Счет 60 на 41. Есть предположение, что в этой игре будет стольник фрагов. Закончили патрончики Гауссу. А нет, не закончились. Ну вот, Слим. Перехватили немножко положение. Давайте понаблюдаем, что он играет. Ага, положение он перехватил. Но этого явно недостаточно. Слишком мало хп. Заели мушки Дарка. Причем, что самое ужасное, когда эти мушки кушают кого-то. Они его затормаживают. Поэтому в этот момент убить соперника проще простого. Расстреливает центр Дарк РПГшками. Но он понял все-таки где-то из-за Федя. Федя сдал себя. Выстрелил с арбальта. Он подал звук. Тем самым, наложит на себя руки. Беспощадный какой-то Дарк. Страшно с ним играть. Стреливает все, что двигается. А мушки его кусают в два раза сильнее. Ну вот видите, 20 хп. 10. Еще одна мушка. Хороший РПГ с Клима, но нет. Дарк оказался в другом месте. Тем не менее, прострел. И Федя немножечко сократил счетик. До 16 фрагов. Хотел засыпать, но не получилось. Снова Дарк с Гауссом. Три Респа подряд. Отлично. Дарк вошел в Кураж. Он уже, наверное, счастливый. Выиграл самого Слима. Еще и на Кроссфайре. На такой известной карте. 72 на 49. Еще и прострел. 6-7 фрагов подряд. Зря он не ушел, конечно. В арбалет мощнее пистолетов в 10 раз. Одна стрела и нету глаза. Дарк решил немножечко прохитрить. Только что не Респаса, чтобы Слим не мог его наопределение. Настрелить. Караулит Слима. Не знаю, где он находится. В принципе, мы не знаем, где он находится. Ага. Подкараулил. Все-таки Слим выпрыгнул не очень вовремя. Зато вовремя кинул РПГ не дал забраться к Гауссу. Так, ну вот сейчас уже положение у Слима стало получше. Дарк решил покидаться пакетами. Не очень эффективно-то, в принципе, когда у соперника Гаусса и ЛДЖ улететь можно. По скорости вследа. Тем не менее, каких-нибудь несчастных 20 брони он снял. Селфгаусс только что видели от Слима. И стрела. И еще одна стрела. Снова разрыв 20 фрагов. Остается 3 минуты. Очень сложно. Это только если Слим сейчас съест все, что можно на этой карте и не даст Дарку вообще ничего сделать. Разменка. Отличный фраг. Дарк явно взбесился после стага. Вы посмотрите, что он делает. Просто по 4, по 5 фрагов подряд. Слим явно размерничался. Не может попасть. 4 стрелы. Все мимо. Ну вот. Тем не менее, хедшот. Услышал мои слова и справился. Караулит он Дарка. Отличный еще один хедшот. Слиму, в принципе, тоже давать арбалет очень опасно. И вы видели, как он ему по пятой точке засадил. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Эх, мимо. А так было бы отличной пятерочкой. Здесь, конечно, Дарк умеет двигаться. И это помогает ему в борьбе против Слима. Здесь он может быстро тоже досталось. Точно так же 100 на 100. Что он периодически делает? Ну вот, как видите, уже расстояние даже 22 фрага друг от друга. Решил поиздеваться он над Слимом. Дропнул какое-то оружие. Решил сбить его с толку. Слим на это купился. Он пошел за этим оружием. Но там ничего не оказалось. И в результате сделал отличный целый хил с РПГ. Ну, здесь хоть как-то уже везет больше Дарку. Появился ближе к Гаусу в здании. Более защищен. Но Слиму ничего не оставалось делать, как стоять и караулить его с койком. 89-65. Влизится третья карта. Очень интересно все-таки, что это будет. Скорее всего, это будет вычеркивание. Вернее, не скорее всего. Это точно будет вычеркивание. 3-14. 1. И вот 97.69, конец игры, Dark Demon побеждает Слима, и мы сейчас прервемся буквально на 2 минуты, чтобы определить, какая же будет нейтральная карта. Не переключайтесь. Только сегодня, только у нас. Купи Гаусс за 30 долларов и получи 2 армора в подарок. Продолжение следует.